Приветствую! Приветствую всех на своем канале орхидеи от Татьяны смотрите какая прекрасная каменная роза ко мне попала в коллекцию сегодня мы с вами будем ее пересаживать каменную розу ни с кем ни с каким другим сортом не перепутаешь ее даже не надо писать название на горшочке смотрите какая она красивая очень красивая каждый цветочек вот эти полосочки беленькие они не повторяются в каждом цветочке всегда по-разному и сегодня ее надо пересадить просто поменять землю и вынуть из горшочка чтобы не было загнивания надеюсь с ней будет все хорошо листиков маловато но цветение у нее отлично но прежде чем пересаживать я покажу вам реанимашечки вот кстати реанимашка тоже каменной розы это этого же такого же цветочка я покупала прошлом месяце она была очень зеленые корни принесла домой они загнили но перелита горшочек торсяной войнула все она не успела и . роста начала гнить и листья стали как тряпочки я ее посадила в перлит и вы знаете у нее хорошие успехи корней еще не видно но листики приняли свой тургор на место стало восстановился тургор видите даже форма листика она висела вниз а сейчас приподнято и в бок то есть вялость как бы осталось на листочках но тургор восстановился она держит свои лебесточки я ее посадила в перлит и в этот горшочек поддон наливаю немножко воды для того чтобы была влажность воздуха много не наливаюсь покажу сколько главное чтобы на дне было водичка так все у нее нормально все в порядке она стоит себе форму приняла с ней сегодня делать ничего не будет а будем делать с другой орхидейкой вот эта орхидейка моей подруги я должна была ее отделить вверх от низа так как шейка сильно голая была в общем я и долго спасала у меня есть видео можете посмотреть кому интересно и и она держалась на одной ниточке вот так вот и уже прямо переваливалась я срезала не составила в горшочке здесь есть немного корневой системы неплохой пускай будет пускать мне деточки а деточки я дождусь правда ствол сухой но ничего один корешочек совсем живой и вот видите корешочки а нужно сделать немножко от корней убрать корни и оставлю ее в покое она будет двойном горшочке немножко буду снизу подливать я сверху лить не буду ничего воды снизу подливать водички и она у меня будет стоять просохнет и будет стоять а сегодня займемся вот этим верхом нужно зачистить стволик корней здесь мало три корешочка но ничего зачистить стволик видите какой он перегнивший ну так листвы у нее много видите какая крепкая сильная мощная орхидеечка с этой верхней частью орхидейки я поступлю следующим образом сам все покажу на камеру мне нужно отрезать вот этот вот корешок до живого так как оно все сухое и с этой части толку не будет она не пустит корней ничего она будет выше опускать корешочки и сниму вот этот листочек он немного поврежден и вон в пазухах листиков растет корень как-то сегодня немножко темновато сейчас попробую по другому камеру поставить вот так вроде бы видней для того чтобы не обрезать стволик мне нужно ножницы то есть секатор обработать вот я взяла спиртовую салфеточку в упаковочке продают такие салфеточки мокренько в упаковочке секатор мой немного поржавел на металл такой паршивый что ли не пойму сейчас я его обработаю чтобы не занести никакой инфекции дополнительно этой орхидеечки этот секатор только для орхидей ну видите ржавчина берет свое наверное металл все равно вот обработана никаких кислотами ничем деревья не резались только орхидейки извините перебили надо было ответить на звонок сейчас я вам покажу как я буду снимать листочек если просто потянуть там вот этот корешок который пустился в рост можно его зацепить и обломать мы его берем секатором прорезаем по центру листочка желательно до конца и теперь обрываем его вот таким образом в разные стороны и как раз посмотрим есть там какая-то чернота или нет видите здесь мешает цветонос значит нужно еще немножко прорезать не так чтобы не пошел в другую сторону листочек я могу обломать не то что нужно вот видите с этой стороны вот этот листочек нельзя оставлять в таком состоянии нужно убирать до конца потому что могут микроорганизмы какие-то попасть и начнется загнивание теперь вот этот сухой цветонос я хочу его покороче удалить и очистить надо шеечку какие тут очистить вот так наверно до живого еще вот сухое место вот эту часть еще где цветонос был тоже укорочу все равно уже повредила что больше что меньше уже не играет роли мне надо зачистить хорошо вот так вот все место что впустилась ну чтоб засохла ну все и корневая пошла хорошо расти так бочки я вам показываю подробно чтобы может кто-то не знает до живого надо зачищать немножко притихло потому что тут такая сложная работа и и теперь вот это все мне нужно вот видите корешочек пошел где был листочек пошел корень хороший ветер он пустится в рост вот этот бы еще снять но очень плотно и он никому не мешает пусть будет листика видите как хорошо я зачистила корневую и и сейчас я ее буду обрабатывать препаратом максимом вот я держу этот максим в шприце и и прям со шприца я залью вот эту верхнюю часть сейчас может он немножко подсох он был в ампуле максим было очень неудобно мне девочка посоветовала говорит возьмите шприц наберите я набрала в шприц немножечко подсох вот таким и с этой стороны везде где я резала я обрабатываю все теперь оставлю немного чтоб подсох я сегодня собрала как раз серии анимашки вот эту орхидейку я тоже зачистила хорошо и нужно ее залить корневую не корневую попку максимом видите здесь у меня капала со шприца я начала заливать этот корешок наверное я тоже удален плотный красивый но он черный он вообще здесь не нужный сейчас я его удалю где моя салфеточка вытереть спиртиком чтобы не было загнивание никакого лучше удалить и не подвергать себя вот этот вот не знаю прям не знаю это черная орхидейка сейчас мы идет тоже обработаем максим я собрала сегодня как раз все реанимашки вместе чтобы вам сделать такое видео подробное про серия не мошеть эту очень много вопросов как это себя чувствует как это себя чувствует вот все вместе покажу и будем за ними наблюдать каждый день вот даже где здесь был цветоносик там немножко черненького я решила тоже намазать и вокруг этого корешочка не нравится мне эта чернота вокруг корешочка вообще-то не мажут так что как он может засохнуть но пусть лучше он засохнет чем пойдет гниль вот этот стволик мазать нельзя так как она высохнет полностью только сухие места уже лишняя капает максим максим очень хороший препарат сейчас пока он подсохнет я вам покажу орхидейку которую я до этого обрабатывала максимом и как она себя чувствует в той орхидейке тоже ни грамма нет корней я жду наращиваю корневую систему то вообще реанимашка всех реанимашек я вам ее уже показывала она стоит у меня в таком горшочке двойной горшок я сделала с бутылки красоту здесь много много дырочек а внизу горшочка вода орхидейка воды не касается так как внутри еще вон пробочка чтобы она не провалилась ту сторону это белый биглиб очень красивый смотрите какие результаты видите как подсохла хорошо корневая шеечка сегодня тоже добавлю ей немножечко а то она начал гнить стволик резко листика молодого еще нет вот посмотрите как увеличилась пузырчик я думаю это корешочек пойдет такое плотненькое место это сделать этого не было в общем все у нее нормально мне кажется что она довольна что попала ко мне в руки сейчас добавим немного сюда тоже чтобы она не гнила она как краской покрывается плотной пленочкой и застывает не дает распространяться глине гнили пока мои реанимашки сохнут от максима сейчас я вытру тут одно то залила спиртом вот взяла вот это вот некрасиво видите не так не подходит не надо чтобы максим был намазан только на концах что мне подсох столик я вам покажу пока посадку орхидейки каменной розы мы заглянем в ее корневую посмотрим как она там внутри есть торфяной стаканчик или нет это уберу я пока в сторону миску с водой и намочу керамзит я хочу эту орхидейку посадить в керамзит мне очень нравится как растут орхидейки в керамзите они очень хорошо себя чувствуют в керамзите даже лучше чем в коре влаза 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 сохраняется керамзит смотрите какой красивый меленький орхидейки дышит корнишками своими все сейчас пойду промою приду я промыла керамзит вот сколоснула его и в мокром состоянии принесла у меня тут поднос занят я взяла такой поднос другой немного будем доставать каменную розу как мы ее достаем обжимаем по кругу горшочек ой как хорошо что ее вынула посмотрите она же мхом покрылась вот в этом месте видите сейчас ань в общем вовремя я эту орхидейку купила и вынула из горшочка видите кора покрылась мхом торфяной стаканчик присутствует его нужно вынимать видите он тоже подгнил листик он подгнивал аж черное пошло это все нужно зачистить видите сколько работы что сделаешь будем спасать эту красоту сейчас я зачищу ее стаканчики ее я помыла и и говорят под бирочкой пишут название посмотрите нигде ничего не пишут некоторые производители вообще ничего не пишут сейчас я зачищу и будем смотреть дальше эту орхидейку я сильно зачищать не стала вот зачистила сухие корни возле попки вот где был торфяной стаканчик мне пришлось срезать их полностью так как они были сухие вот видите непригодные для жизни вы не жалейте лучше ждать пока новые корешочки проснутся и у нее я считаю достаточно количество вот корней корневая неплохая ее погружаю в этот же стаканчик я не знаю как поместить эту корневую длинная но погрузим сейчас поправлю все корешочки опустила и немножечко прокрутить надо в одну или в другую сторону какую сторону прокручивается в ту сторону прокрутить я ее хочу поставить ровненько цветоносик будет чуть-чуть на бок но ничего ой какой-то паучок попался придется ее октарой протравить ладно вам не знаю видно было или нет но я его убила и теперь я засыплю здесь полностью кору я засыпать не буду я хочу ее засыпать керамзитом мне очень нравится как орхидейки растут в керамзите как они прекрасно себя чувствуют ее можно и на мокрые пяточки поставить и очень удобно поливать мне очень нравится я практически все свои орхидейки перевожу на керамзит вот этот меленький он мне так понравился сильно я от него просто в восторге я вам покажу потом как мои орхидейки растут при посадке в керамзит но сегодня уже не буду сильно показывать так как будет очень длинное видео он очень красивый этот керамзит и корни дышат правда цветонос у меня получается сбоку ничего смотрите какая прекрасная посадочка у меня получилось корешочки видно немножко вот так утрамбовать я потом когда керамзит просядет слегка я добавлю сверху еще немного керамзита сверху прикрывать ничем не буду ни мхом ничем вот так у меня будет расти эта каменная роза еще чуть-чуть она постояла и уже начала подгнивать сейчас вам покажу как она выглядит вот видите какой длинный цветонос красивый он теперь немного у меня в сторону торчит так как она была наклонена я подсветку ну я же фонарик могу включить сейчас секундочку разрядился телефон ну ничего в следующий раз покажу ее цветение пока у нее все в порядке так она будет себе красивенько стоять на окошке поливать я ее сегодня не буду так как керамзит очень многие мокрый корни тоже зеленые мокрые а затем я буду на сантиметр на палец вот так воды наливать в этот двойной горшочек и оставлять в таком состоянии теперь приступим к моим реанимаж эту белую орхидейку беглип вот она подсохла уже максим впитался она с ней все в порядке мочить ее не надо ни в каких растворах я ее ставлю так как она стояла на привычное место торгер она не теряет все у нее в порядке пускай стоит себе и наращивает корешочки следить за ней будем это которая в перлите каменная роза тоже будет стоять а эти две орхидейки вот я приготовила литр воды и беру препарат называется HB101 и мне нужно капнуть две капельки обычно можно одну капельку но в данном случае они очень в таком плохом состоянии мне надо капнуть две капельки и теперь я буду помещать их в стаканчик вот беру вот такой стаканчик длинненький наливаю в него воды ну уже с этим препаратом и помещаю вот эту орхидеечку ой она максимом запачкалась сейчас я ее вытру он так пачкает сильно чтобы корневая шейка не дотрагивалась до воды она будет у меня наращивать корневую над водой но я хочу чтобы хотя бы пять минут этот корешочек попил воды с препаратом HB101 для этого я добавлю водички до такого уровня чтобы нижний один кончик корешочка доставал водички не достает не могу попасть о вот так смотрите а затем когда испарится вода я добавлять не буду чтобы он постоянно не было в воде и таким образом будет нарастать корневая система и посмотрим за какое время она нарастет я буду вам все показывать рассказывать следите за моими видео и оставайтесь на моем канале а эту орхидеечку которую я намазала Максиму она у меня ну большая видите какая я ее помещу видите как хорошо обработали мы корешочек замечательно все корневую шеечку вот только черный корешочек но он или закупленный не пойму но эти хорошие корешочки будем следить за ее состоянием я на дно наливаю воды с препаратом и там есть такой бугорочек и попкой я ставлю на этот бугорочек но если у меня остался керамзит а он у меня остался я хочу на дно этого углубления по кругу добавлю керамзита я одну руку не хочу ставить орхидейку но придется вот вот в таком состоянии я погружу орхидейку вот смотрите она не дотрагивается попкой до воды она на весу так как корни удлиненные затем я немножко солью воды ей столько не нужно так как она в препарате я хочу чтобы эти корешочки которые отросли длинные чтобы они немножко напитались а корневая шейка не дотрагивается и вот так она тоже у меня постоит напитается препаратом и будет наращивать корневую систему сегодня я показала все свои реанимашки за которыми мы будем усердно с вами следить ну это интересно конечно это черная орхидейка вот я ставлю ей название это у меня подруги орхидейка как только заживет у нее попка я ее посажу в керамзит и отдам ее подруге а это белый беглип а это каменная роза и главная наша сегодняшняя красавица это сама каменная роза которую мы с вами пересаживали спасибо всем за внимание оставайтесь на моем канале до свидания а этот препарат который у меня остался вот пол литра осталось я могу полить любые растения какие вам только надо и фиалочкам подходит и орхидеи можно полить все все и розы ну любые даже уличные растения можно полить им плохо от этого не станет это очень хороший препарат даже рассаду вон перчик у меня растет и рассаду перца я могу полить вот до свидания всем удачи всем пока спасибо 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 Продолжение следует...